Торжественная обстановка Центра Творчества, полный зал, в котором кроме депутатов городского совета и представителей духовенства и сотрудники полиции уже говорят о том, что эта сессия – важное событие в жизни города. Итоги социально-экономического развития Лобинского городского поселения, как показатель деятельности главы администрации, предстоит оценить депутатам. Цифры и решенные вопросы, а также планы вызывают интерес у общественности. Сегодня время предъявляет нам высокие требования. Губернатор Краснодарского края Венимин Кондратьев при постановке задач на 2017 год подчеркнул, что конечный итог этой задачи – улучшение качества жизни населения. Основу развития поселения определяет состояние экономики города. За прошедший год в большинстве отраслей промышленного производства наблюдалась положительная динамика, что и позволило получить объемы производства базовых отраслей экономики по крупным и средним предприятиям на 7% больше, чем в 2016 году. Объем отгруженных товаров собственного производства в промышленном секторе по крупным и средним организациям составил 19 млрд. рублей. За прошлый год объем розничного товарооборота по крупным и средним предприятиям составил более 3 млрд. рублей. Оборот общественного питания – 36 млн. рублей. Промышленный комплекс города выпускает конкурентоспособную продукцию – масло растительное, детское питание, сахар, лакокрасочные материалы, технику, оборудование. Конечно же, Алексей Матыченко уделил внимание в своем докладе и главному политическому событию 2017 года – выборам депутатов ЗСК. И сегодня интересы лабинцев в ЗАГСобрании представляют Иван Артеменко и Владимир Чепель. Глава отметил, что краевая власть оказывает большую помощь лабинскому поселению, так же, как и взаимодействие с городским советом, помогает решать наиболее важные и актуальные вопросы. За отчетный период в администрацию города поступило более тысячи устных и письменных обращений граждан. Более 7 тысяч человек обратились по вопросам выдачи различных документов. Администрация продолжит диалог в поддержку проектов предпринимателей, чьи интересы сочетаются с интересами развития поселения. В развитии малого и среднего бизнеса городская власть видит перспективы. Серьезным резервом развития города и улучшения социального климата, безусловно, является успешное продвижение малого и среднего бизнеса, существенная роль которого в экономике города подтверждается статистическими данными. На территории города осуществляют свою деятельность 3700 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 3308 индивидуальных предпринимателей. И о бюджетной политике, которая является главным механизмом жизни города. И тут Матыченко отметил, что 2017 год стал испытанием на качество планирования и исполнение основных финансовых обязательств. Но сохранить социальную направленность и привлечь дополнительные средства краевых и федеральных программ удалось. В бюджет поступило 272 миллиона рублей доходов. Реальное положение экономики города сегодня требует не только необходимости жесткой экономии, но и последовательного использования внутренних ресурсов. Эффективность всех муниципальных закупок составила почти 17,5% или более 21 миллиона рублей экономии бюджетных средств. Доля закупок, которые были осуществлены у субъектов малого предпринимательства, составила 57%. Говоря о бюджете 2017 года в целом, я хочу подчеркнуть, что он не являлся дотационным и имел социальную направленность. Расходы социального характера составили более 65% от общего объема расходов. На 2018 год бюджет утвержден в сумме 321 миллиона рублей, что больше уточненного бюджета на 2017 год на 27 миллионов рублей. Запланирована реализация 9 муниципальных и 11 ведомственных целевых программ на общую сумму 84 миллиона. Глава рассказал о проблемах в сфере ЖКХ, о вопросах благоустройства озеленения, и тут нельзя обойтись без участия населения. Вообще многое зависит от понимания и поддержки жителей. Сказал Матыченко о ремонтах дорог и тротуаров, о молодежной политике, о спорте, о безопасности, в том числе противопаводковых мероприятиях и о газификации. Кстати, из зала тоже поступил вопрос о темпах работ в бывших садоводческих товариществах. Сейчас в июне будут подведены итоги вот той работы, которая проведена в октябре, где и мы, я уже говорил, по озере мира работаем, по газификации. И при малейшей возможности, значит, остатков, лимитов, они будут нам выделены. Потому что это первый этап, его надо начинать, но здесь нет смысла никакого. И сегодня вот совместно здесь и наши депутаты, и район в этом помогает, и министерство ЖКХ понимает. И мы везде понимаем, что это и поручение губернатора, и его необходимо исполнять. Спросили жители о благоустройстве в микрорайоне Черемушки и о перспективах городских котлованов. Будет ли в Лобинске городской пляж? Разработана программа, и она сейчас внедряется в Россию. И программа называется обустройство малых городов или исторических поселений. Но мы подали свою заявку, значит, на рассмотрение ЖКХ края. На этой же сессии отчитался и председатель Совета городского поселения. Отмечу сразу, что подобные отчеты о деятельности депутатов в избирательных округах состоялись на конференции граждан в декабре 2017 года. Совет депутатов работает в режиме гласности, при тесном взаимодействии с администрацией Лобинского городского поселения. Глава города, специалисты администрации принимают участие в работе сессии городского совета депутатов, в заседании постоянных комиссий, при проведении публичных слушаний. В 2017 году депутатами утверждена структура администрации Лобинского городского поселения. В течение 2017 года проведено 18 сессий, принято 80 решений, 10 заседаний комитетов. Круг вопросов, рассматриваемых Советом, довольно широк. Это вопросы, касающиеся жизнеобеспечения города. Это энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, улучшение санитарного порядка, вопросы безопасности и правопорядка, экономики и муниципальной собственности. Максим Артеменко предложил оценить деятельность главы администрации в 2017 году удовлетворительно. А вот в выступлении заместителя главы района Олега Кухно были и слова одобрения, и критика. Все же город замыкает районный рейтинг по исполнению годовых бюджетных назначений. Хороший мы услышали доклад, который, может быть, даже, наверное, и не всю работу отразил администрации. Администрация действительно работает очень активно, и здесь нужно отдать им должное. Поэтому я сразу скажу, что присоединяюсь к рекомендациям и предложениям депутатов о признании работы удовлетворительной. Но хотел бы, на мой взгляд, некоторых наиболее важных аспектов работы администрации остановиться. И мы каждый год, вот наша служба экономики делает сравнительную рейтинговую оценку работы администрации поселений, не только сельских, но и городского. На мой взгляд, всегда, так сказать, мне иногда странно видеть, когда город по отношению к нашим станицам занимает нелидирующие позиции. Ну, есть критерии оценки на душу населения, на тысячу человек. Понимая количественный состав наших станиц, понятно, что почему из них многие в лидерах. Но то, что сегодня город занимает 13-е место по исполнению плановых налоговых заданий и бюджетных заданий, на мой взгляд, момент и взгляд, это непозволительные моменты. Здесь два момента. Либо некорректное планирование, либо все-таки недостаточная, так сказать, принципиальность в решении этого вопроса. Деятельность главы города и администрации в итоге депутаты признали удовлетворительной. А завершилась открытая сессия награждением председателей микрорайонов, ставшими победителями в городском конкурсе на лучший орган ТОС. Первое место у микрорайона номер 6, на втором – пятый микрорайон и на третьем – микрорайон номер 3. Сегодня, я думаю, что мы на правильном пути. Уже вот 17-й год показал, что можно работать, можно находить моменты, чтобы что-то развивалось, не ожидать какой-то манны небесной и так далее. И, конечно же, критические замечания исполняющей обязанности, они говорят о том, что да, есть резервы, есть с чем работать, есть над чем работать. Я благодарен тому, что сегодня наш депутатский корпус, он вникает во все вопросы, именно является представителем горожан, значит, остро, быстро реагирует на все обращения горожан, доносят, приходят, и мы совместно пытаемся их решать. Вот, результаты есть, они небольшие, еще много ошибок, еще много недоработок, но то, что изменения есть, это, наверное, заметно каждому. Поэтому мы только в этом направлении будем работать, совместно, совместными действиями с депутатами, с районной администрацией, с представителями депутатского корпуса законодательного собрания, которые, еще раз хочу их поблагодарить, вот, сегодня чувствуется их поддержка и понимание нашей жизненной ситуации. Вот, огромные, конечно, наверное, преобразования и старт дадут после выборов президента. Вот, мы на это надеемся, я еще раз приглашаю всех горожан прибыть на эти выборы, значит, выбрать будущее нашей страны, обсудить там же и наши проекты, чтобы мы понимали, что первоочередно, что, потому что правильно требует президент страны, губернатор края, все должно быть прозрачно, мы должны выполнять то, что сегодня в первую очередь необходимо людям, что вызывает интерес. Вот только тогда, тогда и дела будут двигаться, и помощники будут находиться. Но сегодня, я уже говорил в своем докладе, я благодарен и жителям, и депутатам, и старшим товарищам, и депутатам ЗСК особенно, за ту поддержку, она очень чувствуется, и есть ростки, есть ростки результатов. Я надеюсь, что вот те программы, которые сегодня стоит задача выполнить, они будут выполнены, и они будут достигнуты. Прослушали доклад Алексея Николаевича, очень оценку удовлетворительно, естественно, потому что у нас на нашем микрорайоне в прошлом году было очень много сделано, была открыта площадка детская на микрорайоне Виноградный, и потом у нас сделали, возле Дома культуры, Мирненского Дома культуры, сделали площадку тоже самая физкультурная, то есть там у нас тренажерные, это самое, тренажеры восстановлены, ну, вообще очень много. Если учесть, что вся эта работа была проведена в течение года, я считаю, что в целом работа удовлетворительная, работа самого руководителя и его, всего коллектива. Теперь, что касается нас, у нас на квартале 211-8 построили новую большую площадку, привели дворовую территорию в порядок, выстроили новый комплекс на Пионерской 34, большую детскую площадку с тренажерами, обнесли забором спортивные площадки. Я считаю, что работа выполнена очень большая, хорошая, и работа в целом удовлетворительная.